Продолжаем нашу утреннюю программу. Продолжаем нашу утреннюю программу. Продолжаем нашу утреннюю программу. Будут представлены молодые группы, будут художественные выставки. Все дело начнется примерно часов в 6 вечера. Ну и продлится, соответственно, до того времени, пока полиция разрешает немножко шуметь на улице. То есть до 11. Потому что, во-первых, это все под открытым небом будет происходить, соответственно, шум будет разноситься на весь квартал, скорее всего. А посему, как бы, да, есть временное ограничение, верхний потолок. Вот сразу же следующий вопрос. А вот что за группы выступят? И ты упомянул выставки. Группы будут выступать как молодые, так и более опытные. Так скажем, выступит группа «Оранжевая планета», например. Это совсем наши молодые участники сцены, которые очень любят, очень вдохновляются старым добрым русским роком. И свое творчество представят тоже приблизительно в том же духе. Но не металл, да? Нет, не металл, а что-то в духе Гребенщикова, Майка Наумин. То есть все душевно в лучших традициях, так скажем. Абсолютно в лучших традициях. Будет легкий акустический лайф. А затем выступит проект «Илья и Алиса». Это наш Дэвид Боуи нашей сцены. Илья Хорс. У него очень интересная история. Он был, кстати, недавно в эфире на Радио 4. Да, вот я как раз хотел сказать, что мы уже рассказывали об этом андеграундном, авангардном направлении, которое впервые за последнее время у нас появилось на сцене. Кто еще? Еще будет группа «Не сезон» с более тяжелым звучанием, но тоже все в рамках приличия. И хедлайнерами будут группа «Виапрам» из Марду. То, что мы называем «Мардуской рок-школой». Которые будут играть такой красивый панк-поп. Вот, Поль, скажи, а как вообще зародилась вот эта традиция проведения таких открытых концертов, концертов под открытым небом у тебя во дворике? Просто большой круг знакомых, я думаю, раз, и удачное местоположение двора неизбежно должны были привести к такому стечению обстоятельств. Но я хочу продолжить просто перечень ожидаемых музыкантов. И одним из них, ну, обязательно надо назвать легендарного трексона, который является связующим звеном между старой стадией двора и новой стадией двора. То есть трексом это, во-первых, и, во-вторых, пока еще анонимный, мы не хотим сильно анонсировать этот вопрос, потому что он еще до конца не решен. Но, может быть, ожидается небезызвестный певец Канавских островов. Широко известный в узких кругах. Безусловно. Я думаю, что все получится, несмотря на теоретически возможный дождь. На всякий случай мы должны быть готовы к этому. Всем брать зонты. Зонты, дождевики и прочее. Хотя мы постараемся, конечно, натянуть как можно больше тентов во дворе. Это уже зависит, в принципе, от меня. Вот. Но есть разница, да, летом на фестивалях типа Манко-Бутик люди расслабляются, загорают. У нас должна быть более душевная атмосфера, где люди, несмотря на дождь, могут немножко подкрепляться горячими напитками в меру приезжей, в рамках приезжей. Вот вести себя. Я надеюсь, что все будут хорошо. Никакой охраны у нас специально не предусмотрено, но, как показывает опыт, люди прекрасно самоорганизуются без всяких проблем. Я бы все-таки вернулся к традиции. Вот я знаю, что достаточно громкие имена можно было видеть в этом дворике. Память мне, конечно же, может изменить. Но, по-моему, даже Беллис Бэнд когда-то был. Ну да, был Беллис Бэнд. Это был самый стремительный концерт по организации. То есть он занял всего лишь сутки. За сутки мы умудрились, не без вашей, кстати, помощи, спасибо, радио 4, организовать этот концерт. Ну, кроме того, мне, конечно, запомнились знаменитые, на тот момент для нас были очень важны эти люди, томские шаманы, прекрасная группа. И вот конец фильма, да, недавно приезжал наш уроженец, таллинский, Женя Феклистов тоже выступал у нас во дворе. Вот сейчас будет местный состав, но эти группы мы не всегда можем услышать в достаточном объеме. Потому что у нас в Сталине осталось очень мало сцен, где можно послушать местных ребят, так же, как посмотреть местное кино, так же, как увидеть местные картины. Вот, несмотря на то, что мы в этом году вроде бы являемся культурной столицей Европы, но, тем не менее, мы не все можем увидеть из нашей собственной культуры. А вот, кстати, да, подбор музыкантов достаточно необычный. Вот, Арсений, из чего ты исходил, выбирая вот этих ребят для концерта? Ну, наверное, стоит упомянуть, что это мероприятие будет также первым мероприятием серии вечеринок «Спутник», который мы запускаем вместе с данным роторем, являющимся также редактором журнала «Плуг», как вы знаете. А идея в том, что действительно мероприятий стало достаточно мало, и не все музыканты могут вовремя получить сцену и вовремя получить публику. Поэтому хочется как-то вот это догнать, и мы пригласили очень интересный состав, именно потому, что они не были представлены, например, на фестивале «Манко-бутик». Ну, где существует определенно такая жанровая политика, да, и куда некоторые музыканты не попадают традиционно. Некоторые музыканты не попадают традиционно, некоторые музыканты не попали просто в силу того, что не находились в данный момент где-то в Эстонии, физически не могли выступить. И вот мы хотим тоже закрыть этот сезон опен-эйров теми группами, которые не успели выступить в этом году. То есть мероприятие, в принципе, будет тоже традиционным? Я так подозреваю, что это не последнее, первое, но не последнее. Оно первое и не последнее, и оно является, естественно, преемником разных традиций местных мероприятий, таких как тусовки в Емеле в свое время, такие как тусовки в арт-кафе, и, естественно, «Манко-бутик» — это все наше наследие, от которого мы не можем и не хотим, собственно, отмахиваться. Поэтому это просто серия вечеринок, которая продолжит хорошие традиции и будет... Вот, да, кстати, Полин. Я хочу добавить свои копеек в ходе своих путешествий. Я заметил, что происходит некоторое возвращение в такие славные, что ли, 80-е или 90-е, потому что в мегаполисах Москва и Петербург, где, казалось бы, все уже давно устоялось и попало в хорошие, дорогие концертные залы, но, тем не менее, опять возникает та же самая тенденция, то есть ребята захватывают дворы, насколько это возможно, и устраивают там open-air концерты, и это, в общем-то, ну, такой ответ, что ли, на, не знаю, бесконечный шоу-бизнес и технический прогресс, то есть такой небольшой откат назад с целью, ну, да, душевности. А вот в последнее время принято немножко так брюзжать, дескать, таллиннская сцена, вот такой живой музыки иссякла, по крайней мере, что касается русской сцены, все меньше становится музыкантов, все меньше становится зрителей, что обидно. Вот ты наблюдал за развитием всего этого дела в течение многих-многих лет, вот тебе так не кажется? Зритель вымер, конечно, подвымер, двор, двор опустил магазин, тоже опал за последнее время, но я, на самом деле, хочу обратиться сейчас не только к зрителям, а также к тем немногим, кто еще любит книгу, ведь это все будет проходить не просто так, а в книжном магазине, и в этот день, и в последующие дни я буду, ну, оптимально, просто добр, и все книги будут уходить по самым-самым низким ценам, поэтому, может быть, это привлечет кого-то, в том числе и на концерт. Ну, и, в общем-то, нужно сказать, что книги там достаточно редкие, это специально для местных интеллектуалов, так скажем. Ну, там, на самом деле, конечно же, мой специфик антиквариат, и за него я буду держаться до самого конца, не отдам, вот. А хорошее чтение, да, по всем абсолютным темам, в том числе, кстати, и новые книги, они будут доступны в эти дни, и как раз мне кажется, что молодежь, в отличие, несмотря на мнение стариков, что молодежь будто бы не считает, ничего подобного, как раз все те, кто придут в эти выходные в наш двор, это, ну, их называют интеллектуалами, да, кажется? Молодые, наверное, относительно, да, кому как, конечно. Вот, Арсений, а что касается музыкального творчества, то стоит ли с надеждой смотреть будущее, как тебе кажется, будет у нас развитие какое-нибудь бурное, напоминающее 90-е годы или хотя бы 2000-е? Ну, естественно, наблюдается определенная цикличность во всех этих процессах, и надеяться всегда стоит, но главное, что-то для этого тоже делать, и ходить надо на эти концерты, потому что, если у музыкантов не будет публики, то они не будут развиваться, соответственно. Нужен определенный фидбэк, обратная связь от слушателей, без которой развитие просто невозможно. Ну что ж, будем надеяться, что действительно будущее у Таллинской гитарной сцены существует. Еще раз напомним, 17 сентября, 18.00 во дворике, напротив Таллинского университета, где находится магазин «Коллекционер», вот там все будет происходить, мероприятие первое под названием «Спутник». Приходите, я думаю, не пожалеете, ну а у нас сегодня в гостях были организаторы этого мероприятия, Арсений Григорьев и Поль, ну а сейчас как раз для того, чтобы проиллюстрировать наш разговор, звучит композиция в исполнении местной группы «Флиппойнт». «Флиппойнт» Сегодня каждый Гагарин Откажется от испытаний И каждый титов забьет Забьет, за куриц поет Миллионы световых Миллионы световых Ай-яй! Прощай, моя Андромеда, Вернусь в места, где я не был. Скажи всем тем, кто не спросит, Мой рейс вчера ровно восемь. Миллионы световых, Миллионы световых в моих ушах. Миллионы световых, Миллионы световых, А я не на шаг. Миллионы световых, Миллионы световых в моих ушах. Миллионы световых, Миллионы световых, Миллионы световых в моих ушах. Миллионы световых, Миллионы световых, А я не на шаг. Миллионы световых, Миллионы световых в моих ушах. Миллионы световых, миллионы световых, а я.